Так, а сейчас я хочу поговорить на такую тему, вот миллион тикток, ютуб, инстаграм всем не пишут, одни пишут, человек не может так выглядеть, когда пришел 45 химии, другие пишут, ты скоро умрешь уже, все, пришло время, третий пишет, не верю, четвертый пишет, еще какую-то фигню, что у них не так или у их родственников было не так, поймите вы наконец-то, что онкология это все индивидуально, у всех разные организмы, даже один и тот же диагноз, по-разному реагирует организм на ту или иную химию, разная агрессивность рака, не у всех оно заложено генетически, не у всех оно поддается легко лечению, на самом деле все индивидуально, и знаете, мне нравятся вот эти специалисты диванной критики, которые пишут, что а я вылечилась от рака или вот мой родственник вылечился от рака какими-то там мухоморами или просто какой-то травкой попил, да, или просто пошел в церковь, вы реально думаете, что люди, которые лечатся онкологией, вообще даже не просто, которые лечатся, а вообще вот люди нормальные, адекватные, не ходят в церковь, не молятся, или я не знаю, там кто-то пишет, бросай химию, я вот живу уже там седьмой ход без химии, смотрите, все индивидуально, нет одинаковых случаев в мире вообще нет с онкологией, ну нету, даже с одним и тем же диагнозом, все очень-очень-очень индивидуально, которая состоит из многих-многих мелочей, какой доктор, какой протокол, какой тип рака, результаты биопсии, стадия, как организм реагирует, молодой организм, не молодой, как организм реагирует на те или иные составляющие в препарате, на ту или иную химию, как реагирует психика, и, конечно же, на каком месте человек у Бога. Очень много моментов, поэтому я считаю, что не стоит вообще гребсти всех под одну гребенку, не слушайте этих диванных критиков, потому что можно только набредить себе, серьезно. Слушайте своего врача, свой организм и свою душу.